В Иксе редко сейчас встретишь человека без маски. Последние несколько дней город окутан небывалым смогом. Люди задыхаются, ноги уже не могут обходиться без лекарств. Я вот гипертоник, и муж у меня тоже гипертоник с сердцем. Таблетки постоянно, вызываем фельдшера, скорую вызываем, приезжают, уколы делают. Ситуация в Иксунском районе, да и во всей Нижегородской области, продолжает оставаться, как говорят специалисты, стабильно тяжелой. На территории региона сейчас 20 действующих очагов площадью более 100 гектаров. В зону распространения пожаров могут попасть еще 5 населенных пунктов. Оттуда эвакуировано около 2000 человек, в том числе 350 детей. Конечно, очень устали и ждем, конечно, улучшения. Мы себе сами настраиваем на лучшее, но, говорят, вся ситуация все равно остается очень тяжелой. Несмотря на сильнейшее задымление, в двух сгоревших деревнях приступили к расчистке территории под строительство нового жилья. В поселке Тамбалес огонь прошел полосой. Часть домов уцелели, 48 спасти не удалось. Больше ста человек остались без крова. Бульдозеры и экскаваторы ломают то, что еще недавно было домами. Груды кирпичей загружают в самосвалы. Затем грейдеры снимают на сгоревших участках верхний слой земли. Жители в последний раз прощаются со своими жилищами. На первом этапе работ сразу возникла сложность. На расчистку участков необходимо письменное согласие хозяев. Чтобы получить разрешение, жителей сначала нужно разыскать. Многие разъехались по родственникам. Но, несмотря на это, организация подрядчик обещает закончить работы в срок. В целом, стройки установлены 15 дней, чтобы мы подготовили фронт для строителей, для восстановления этих домов. Это достаточно жесткие, но у наших сегодня дорожников, которые задействованы на этих работах, достаточно сил и средств, чтобы выполнить эту работу в установленной стройке. Супруги Гришины, как они сами признались, не ожидали, что получат компенсацию первыми, да еще так быстро. Пока им выплатили по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи из местного бюджета. Еще по 100 тысяч полагается из федерального. Сказать, что эти деньги очень нужны, не сказать ничего. Сгорело все. Ничего не успели спасти, кроме документов и себя. Нужно будет одежду купить. У нас ни зимней нет, ни осенней, ни... Ну, ничего нет. Вот эти деньги, наверное, уйдут как раз на одежду. В списке первоочередников еще 276 человек. Они получат обещанные выплаты в самое ближайшее время. Дарья Иванова, Роман Серебренников, Приволжское бюро этого центра, Нижегородская область.